Здравствуйте! С вами Швейный Советник. И в данном видео мы расскажем, как рассчитать растяжимость материалов, которые мы используем при пошиве бельня. Кружева узкого-широкого, различных изображений. Смотрим. Продолжение следует... На расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Для наглядности я продублирую меловые метки булавками. И растягиваем образец трикотажной ткани вдоль сантиметровой ленты или вдоль линейки. Руками оцениваем упругость ткани. И смотрим, чтобы ткань не деформировалась. В данном случае образец у нас растянулся на 1 сантиметр. В исходном состоянии длина этого участка составляет 10 сантиметров, в растянутом 11. Делим 10 сантиметров на 11. Получаем коэффициент растяжимости данного трикотажа. 0,9. Значит, при построении выкройки трусиков, все мерки по горизонтали мы будем умножить на коэффициент 0,9. Для данного трикотажа растяжение вдоль петельных столбиков минимальное. Поэтому при построении выкройки его мы учитывать не будем. Давайте посмотрим другой образец. Берем другой образец и проделываем те же операции. Две метки на расстоянии 10 сантиметров поперек петельных столбиков. Растягиваем образец. До 12 он растянулся легко. Его можно тянуть и дальше, но очень сильно возрастает сопротивление ткани. Поэтому мы остановимся на метке 12 сантиметров. Исходная величина 10 в растянутом состоянии 12. 10 делим на 12. Получаем величину 0,83. При построении выкройки все мерки по горизонтали мы будем умножать на 0,83. Но для данного трикотажа будет иметь значение растяжимость и по петельным столбикам. Потому что она здесь выражена значительно. Давайте проверим и ее. Проделываем все те же самые действия. Две метки на расстоянии 10 сантиметров. Я продублирую булавками, чтобы было виднее. Свернули ткань пополам. Тянем вдоль сантиметра. В данном случае трикотаж легко растягивается на 1 сантиметр. Было 110, стало 111. Делим 10 на 11. Получаем коэффициент растяжимости по петельным столбикам 0,9. Данный коэффициент мы будем учитывать во всех мерках, которые идут вертикально. Такой же коэффициент растяжимости мы можем рассчитать у эластичного кружева. Две булавки на расстоянии 10 сантиметров и растягиваем вдоль сантиметровой ленты. Вот данный образец легко растягивается на 2 сантиметра. Значит, его коэффициент растяжимости будет 0,83. У данного образца резинки упругость выше, поэтому, видите, легко растягивается на 1 сантиметр. Если будем натягивать дальше, коэффициент уменьшится, но увеличится степень прилегания резиночки к телу. А это может быть не всегда приятно в носке. Вот перед вами образец эластичного кружева. Все те же операции мы можем проделать и с широкими кружевами. Две булавки на расстоянии 10 сантиметров тянем вдоль сантиметра. Ручками оцениваем сопротивление ткани. И видим, что с легкостью растянулось до 11 сантиметров. Значит, коэффициент мы будем использовать 0,9 в данном случае. Таким же образом рассчитывается растяжимость различных видов кружева, узкого, широкого и различных резиночек. А как это учитывается при построении выкройки, мы расскажем в нашем следующем видео. С вами был Швейный Советник. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал и помните, всегда можно сделать проще.